Всем привет, с вами инженер-электрик Якимов Игорь. В прошлом видео мы рассматривали, как сделать заземление. В этом видео разберемся, как правильно его подключить к проводке частного дома. Если вас интересуют еще тонкости электрики, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Если вы только подключаетесь к электросети, то вполне возможно, что у вас в технических условиях по присоединению к электросети уже прописано, какое заземление должно у вас быть и как оно должно быть подключено. Тогда делайте согласно этим техническим условиям. Но если у вас уже подключение сделано или технических условиях по заземлению нет, то можете выбрать вариант подключения самостоятельно. Об этом поговорим в этом ролике. На самом деле есть только два основных метода подключения заземления. Это подключение по системе ТНСС и подключение по системе ТТ. Пуэ рекомендует в первую очередь рассматривать систему ТНСС. При невозможности обеспечить электробезопасность в этой системе, то тогда Пуэ рекомендует делать систему ТТ. Подробнее об этих системах я рассказывал в другом ролике. Ссылка есть в описании. Давайте разберемся о преимуществах и недостатках системы ТНСС. Фактически мы делаем повторное заземление линии электропередач у себя на участке и помогаем энергетикам компенсировать перекос фаз на линии в случае обрыва ПЭН-проводника. Этим мы уменьшаем риск попадания большого напряжения в свой дом при перекосе фаз. Но тут есть свои подводные камни. Если большинство домов на вашей линии сделали систему ТНСС и линия оказалась заземлена в нескольких местах, то это хорошо. Но реальность такова, что может оказаться, что вся линия заземлена только на трансформаторной подстанции и у вас. Чем это чревато? Если в районе подстанции оборвется ПЭН-провод, то все токи компенсации перекоса фаз потекут через ваш заземляющий проводник, причем от нескольких домов, которые подключены к данной линии. В результате у вас на заземляющий контур пойдет большой ток, который может привести к перегоранию ПЭН-провода, наводив ваш дом. А энергетики могут даже не знать об аварии на линии, так как ваш заземляющий контур будет компенсировать перекос фаз. Если вы делаете систему ТНСС, ни в коем случае не подключайте заземление после счетчика. Особенно, если у вас стоит электросчетчик с двумя датчиками тока. Этот электросчетчик будет давать неправильные показания. А в случае аварии, эти показания могут быть несколько раз больше реальных. Рекомендую также ставить водной автомат между линией электропередач и заземлением. Если по ПЭН-проводнику из-за аварии пойдет повышенный ток, то он отключит ваш дом и ваш заземляющий контур от линии, препятствуя отгорание ПЭН-проводника и показывая, что на линии авария. А теперь поговорим о системе ТТ. Фактически, это независимое заземление, с помощью которого мы снимаем опасный потенциал с корпусов приборов. И это позволяет безопасно пользоваться электропроводкой. Но эта система не препятствует перекосу фаз. При аварии на линии могут прийти в ваш дом опасные напряжения до 400 вольт. Поэтому ставить реле напряжения на входе в дом обязательно. К тому же, при замыкании фазы на землю по цепи пойдет ток недостаточный, чтобы сработал автоматический выключатель. Поэтому, если вы используете систему ТТ, то все линии должны быть защищены с помощью ДИФ защиты. Тогда при утечках фазы на корпус прибора сработает УЗО или ДИФ автомат. Что лично для меня, то я буду делать систему ТТ. Насколько мне известно, от подстанции до меня нет ни одного повторного заземления. ДИФ автоматы и реле напряжения у меня уже стоят. Осталось только сделать само заземление. Если вы уже определились с системой заземления, то прошу написать в комментариях, какую систему выбрали и почему. Свои вопросы задавайте в комментариях. В других видео я буду продолжать рассказывать про тонкости электрики. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. Поделитесь этим видео с друзьями, поддержите видео лайком и до встречи в новых и старых видео.